Сначала давай выберем ситуацию без содержания, в которой ты хочешь вести себя более ресурсно. Это может быть ситуация, в которой ты потеряешься или напрягаешься или что? Да, есть такая ситуация. Давай пока отложим туда, куда хочешь. А сейчас какой ресурс поможет? Как ты думаешь? Уверенность. Уверенность? Уверенность. Окей. Тогда… И сила. Уверенность? И сила. И сила. Окей. Сильная уверенность прямо. Уверенная сила. Уверенная сила, да. Нам так лучше. Перед тем, как мы поищем уверенность. Уверенность в чем? Потому что уверенность может быть в чем угодно. Я не хочу ни ту уверенность выбрать, которой не годится. Это уверенность в чем? Можно сказать в X, и тогда мы поищем вот эту уверенность. Или конкретно мы уже на стое усмотрения. В чем? Я думаю сейчас. Да, конечно. Это совершенно допустимо. Потому что вы понимаете, уверенность, хотя, конечно, очень заманчивая идея. Очень. Это многозначное. Допустим, я уверен в том, что я обучаемый, в том, что я не буду повторить одну ошибку вновь и вновь. Но это не значит, что я уверен в том, что я не буду ошибаться. Вот это нелепо, это нежелательно. Поэтому есть всякие разные уверенности. То, что я могу влиять на ситуацию и менять ее. Окей. Уверенность в том, что ты справишься, ты можешь влиять. Да. Ну и толком. И что? Толком. Толком? Да. Толком. Оперативно. Да. И сила. Хочешь их сочетать или отдельно их искать? Пусть это будет сильная уверенность. Окей. Тогда ты понимаешь, в чем. Да. Давай тогда самый легкий способ это найти в прошлом, в опыте человека вот такую ситуацию, в которой он чувствовал. Но это другая ситуация. Если, допустим, я хочу быть уверенным, когда я обращаюсь к началнику, я не поищу в прошлом, когда я чувствовал себя уверен перед началником. Это не будет. А я могу найти ситуацию, в которой я был уверен, допустим, с друзьями. И тогда вот эту уверенность я беру и принесу туда. Поэтому это давай поищем в других ситуациях. Да, я нашел. Нашел. В смысле? Уже, да. Да. Покажи мне. Закрой глаза, пожалуйста. И прошу тебя туда вернуться. И сначала можно прервать секунду, я торопился. Было бы уместно здесь держать тебя как способ связать стимул с этим состоянием? Да. Окей. Обычно здесь для любого человека, любого пола это уместно. Мне кажется, уважительно спросить, а вдруг для него это связано с чем-то или с кем-то. Можно здесь сделать. Но вот здесь, если это незнакомая девушка, это уже… Ну или здесь, это уже другой якорь, конечно. Да. Поэтому вот здесь. Да? Хорошо. И прошу тебя тогда, ты вспомнил, это ассоциироваться в ситуацию, это заново прожить, постепенно. Сначала можно чуть расслабиться, сосредоточиться, заметить, что в ситуации, чтобы вокруг появилось ощущение, может быть, или, может быть, картина, может быть, другие люди. Но больше всего, заметить, где начинается вот эта уверенная сила или сильная уверенность. Это где конкретно в тело. Не надо мне объяснить, но просто заметить. И когда чувствуешь, тогда давай проживем вот эту ситуацию и одновременно наслаждаться и подкреплять, да, вот эту уверенную силу или сильную уверенность. Потому что это очень важно и очень будет полезно. Я не сильно давлю здесь, но я стараюсь, чем больше физиологи показывают ресурсы, чем чуть больше я давлю. Когда он уходит, тогда я убираю. Давай не торопимся. Может быть, в другую ситуацию подобную. Еще одну. Да, если есть, то есть. Есть. Отлично. Как удачно, что я тебя выбрал. Так, шел тогда дубль два, но сейчас в другой ситуации. Опять. Потихоньку, не торопясь. Пусть появляется потихоньку. Уверенная сила или сильная уверенность. Да, это в твоих руках. Ты можешь. Всё. И опять заметит, где в тело, Денис, это твоя, это твоя уверенность сильная, это твоя сильная, уверенная. И вот местоположение в теле тоже потом будет якорь. Отлично. Да. Круто. И давай вернемся. Очень хорошо. Теперь давай проверим. Сначала я хочу коротко комментировать. Я здесь хотел вызвать очень интенсивную реакцию, положительную или интенсивный ресурс. Потому что ресурс должен действовать, ресурсный стимул должен действовать более интенсивно, чем не ресурсный стимул. Если у меня есть литр кипятка и 100 грамм холодной воды, я могу их сочетать и всё-таки обжёгся. Поэтому, если это очень, очень интенсивный, отрицательный стимул, то тогда мы будем действовать по-другому. Мы будем, допустим, диссоцированно это сделать. Я надеюсь, это неприятная ситуация, но не ситуация, которая просто убивает. Нет. Понимаете, это простое упражнение. Это не для этого. Но если это просто ситуация, в которой я теряю ресурсы, тогда это прекрасно будет. Но вы поняли, да? Вот это, я проверяю, конечно. Это должен быть не менее интенсивным и желательно более интенсивным, чем вот этот якорь. Давай проверим. Если что, мы можем больше подкреплять, больше добавить. Так, тогда твоя задача закрыть глаза и войти в эту ситуацию. И когда дашь мне сигнал, тогда я буду подкреплять или запустить вот эту реакцию. И тогда ты можешь проэпитировать, как ты хочешь себя вести. Прикольно, да? Вообще. Ну давай проэпитировать. Сейчас ты можешь. И тем самым мы еще связываем, вот это самое интересное. Мы связываем новые ресурсы именно с этой ситуацией. Чтобы ситуация становиться стимулом, вызывающим. Это приятно. А сейчас, может, давай еще эксперимент сделаем. Сейчас прошу тебе самостоятельно сделать. Я... Это... Ты уже знаешь, где находится. Это... Ты можешь жить без этого. То есть сейчас, как я ожидаю, ты уже найдешь там и в этой ситуации, и в всех подобных ситуациях. Вот эти ресурсы. Давайте, давай проверим. Я не мог как-то дружаться в этом. Да, я по-другому себя чувствую. Да. Это в самом деле так. Механизм это павловский. Это, надеюсь, Джон Гриндер простит меня, здесь ничего нового. И это даже русские ученые. Да. И поэтому у нас есть права. Особенно здесь используют вот эту технологию. И, может быть, Павлов бы предпочитал чуть дольше это подкреплять. Чтобы это условный рефлекс, это более надежный. Ну, если что, мы можем больше подкреплять. Если кажется, это мало по сравнению, может быть, это круче, то мы можем еще больше ресурсов добавить. Или найти больше ситуации в прошлом, где это находится и вновь, и вновь, и вновь. Пока это просто ресурс, как Арнольд Шварценеггер. Хотя это не ресурс, я понимаю. Что-то с мозгом сегодня. Давайте сделаем вот это упражнение.